Здравствуйте, меня зовут Любовь Фаркус, я основатель и главный редактор журнала «Сеанс», издательства «Сеанс». Рядом со мной авторы последних номеров Максим Крангаус, не надо вам представлять, Екатерину Шульману вам тоже, конечно, не надо представлять. Мне не нравится, когда говорят «не надо представлять», как-то модератор просто снимает у себя свои обязанности. Ну я, в общем, модератор тот еще, поэтому я как раз сегодня вспомнила о том, что нам нужен модератор, но оказалось, что его у нас нет. Извините, мы живем в Петербурге и, в общем, довольно редко или почти никогда не выходим на публику. Это является извинением почти для чего угодно. Да, у нас так получилось, что несколько номеров подряд, то есть, собственно, с момента, как я вернулась в журнал, мы старались, в общем, то, что мы раньше делали всегда, делать номер на стыке кино и того, что нас беспокоит. То, что я называла, ну, теперь потом все стали говорить слово «сайдгайст», но мы как-то придумали его очень давно. Почему? Потому что кино, это… Кино, в общем, оно развивается таким образом, что все изменения главные, которые в нем происходят, они происходят в связи с человеком. И киноязык меняется тогда, когда меняется, как бы, взгляд на человека. И то, что происходит с человеком, прежде всего, помогает нам понимать кинематограф. Поэтому всегда главная задача, как связать вот то, что волнует сейчас, и кинопроцесс. И так получилось, что вот первый номер по подписке мы сделали о семье и о том, как менялись семейные, изменились, как бы, семейные ценности, иерархии и так далее. Потом мы сделали номер «Время рессентимента», который был посвящен, как бы, вот этому культу жертвы с тайной охоте на ведьм, вот этому, как бы, нашей новой, как бы, манере общественности судить и выносить приговоры. И вот последний номер мы сделали «Проблема поведения», и этот номер родился как раз из нашего диалога с Катей, который был вызван, в свою очередь, моей перепиской с Сашей Расторгуевым. И здесь есть и то, и другое, как бы, и вот эта тема «Проблема поведения», которая нас всех волновала, и моя переписка с Сашей, она душераздирающая. Как вы знаете, Александр Расторгуев погиб 30 июня в Царе. Я слишком долго говорю, и потому что я неопытный модератор, вот, и я хотела бы сказать, кто из вас может начать первым. Я три года назад создал лабораторию лингвистической конфликтологии, и вот происходит какой-то конфликт, а всё развитие общества идёт через конфликты. Происходит какой-то конфликт, в социальных сетях он отражается через скандалы. А, кроме того, он отражается в журнале «Сеанс», который тут же реагирует на это отдельными выпусками. И за это вот большое спасибо, всё, что я хотел сказать в начале. В эфире экстренный выпуск программы «Сеанс», журнала «Сеанс», посвящённый очередному скандалу. Вообще мы не занимаемся скандалами. Нет, не занимаемся. Хотя это значимый социологический момент. Мы занимаемся тем, что заставляет людей с таким упоением искать поводы для повестки. Я вообще, можно я скажу, сегодня, когда уже совершенно было невыносимо читать всё про Нюту, про доктора Лизу и про все эти парткомы, опять, так сказать, и всё прочее, я подумала, что надо, наверное, всё-таки лайк рубль, коммент 100 рублей, агрессивный коммент 5000 рублей, тогда, может быть, что-нибудь изменится. Вот, Катя, я должна была, наверное, вдруг кто-то здесь вас не знает, хотя я уверена, что все знают, но я даже не знаю, как назвать вас, с моей точки, как мы вас используем, извините, в журнале, мы вас используем как социального философа, вот, как человека, который определяет, сводит как бы социологию и философию и выводит какую-то важную формулу. Поэтому, может быть, вы вспомните наш разговор и как-то уже, по сути, начнёте. Спасибо. Благодаря вам я стала неожиданно автором киновического журнала, при этом как не смотрела кино, так и продолжая его не смотреть по целому ряду причин, первые из которых, как это по 17 причинам, во-первых, нет денег, первые из которых это отсутствие времени, но, тем не менее, Любовь Аркус умеет формулировать тему таким образом, что даже простой политолог может тоже на них высказаться, не подвергаясь практически просмотру никакой кинопродукции. А по поводу вот этой самой проблемы поведения, той темы, которая действительно возникла в наших предыдущих диалогах, и которая отразилась вот в этом номере, коего я не автор, но в котором вот эти вот вопросы тоже обсуждаются, в общем, являются его центральной темой. Актуальность этой повестки никогда не увядает, вот каждый новый день приносит нам новые поводы для этого, предыдущие поводы довольно легко забываются, хотя забываются не все, они тоже оставляют свой след в общественном сознании. Люба сказала, что мы не занимаемся скандалами, нет, мы не занимаемся, но мы пытаемся понять их причину. По поводу вот того, что сейчас вокруг этого происходит, мне бы хотелось сказать о нескольких вещах, которые, на мой взгляд, полезно держать в голове, наблюдая за нашим бурным публичным общественным процессом. Действительно, соглашусь с Максимом Крангаузом, общество развивается через последовательность кризисов, через манифестацию какого-то своего неспокойствия, какого-то своего непонимания. Публичный скандал, бурное публичное обсуждение не является, как многие думают, признаком того, что люди плохо воспитаны и не умеют себя вести. Они являются признаком того, что общество волнует некая проблема, которая пока не разрешена. Некий вопрос, ответа на который не получено. Можно на это сказать, что ответ никогда не будет получен, и так можно ругаться до бесконечности. Ругаться действительно можно до бесконечности, это свойство человеческой породы. Тут еще надо отметить, что наш с вами социум, он страдает под двойным, можно сказать, гандикапом. Один общий, другой наш персональный. Общий состоит в том, что никто не умеет еще жить в новых условиях информационной прозрачности. Люди не понимают, в чем сходство и в чем различие между средой виртуальной и средой так называемой оффлайновой. Когда я говорю, люди не понимают, я не имею в виду, вот глупые люди, они не понимают. Никто не понимает. Это слишком ново. Социальные практики, поведенческие практики не успевают за этими технологическими изменениями. Никто не понимает, что такое эта новая открытость. Еще раз повторю, в чем сходство оффлайнового и онлайнового поведения, в чем различие. Никто не понимает, как можно, как нельзя в этих условиях себя вести. Никто до конца не осознает, насколько каждое наше слово записывается и обращается против нас, в общем, немедленно или, наоборот, нам на пользу. Это первое. Это, еще раз повторю, общечеловеческое явление. Наше собственное уникальное несчастье состоит в том, что постсоветский человек, конечно, человек очень инвалидизированный во всем, что касается социальных навыков. Те из нас, кто сумел себе их выработать, сделали это индивидуальным героическим усилием. Конечно, после советской власти все мы вышли с очень отшибленным навыком именно вот этих двух базовых вещей – публичного говорения и коллективного действия. Это ровно то, что тоталитарное государство убивает первым и с особой тщательностью. Какого действия? Коллективного действия. Вот эти два навыка, которые являются базовыми социальными навыками – говорить перед другими и действовать совместно с другими. Понятно, что тоталитарное государство говорит всегда противоположное тому, что делает, поэтому под разговоры о коллективизме и всеобщности, которые до сих пор по старой памяти заставляют людей думать, что вот наоборот, все были сильно дружны при советской власти, а потом стали такие вот индивидуалисты. Значит, на самом деле убивались последовательно и очень равнопланомерно убивались любые формы негосударственной коллективности. Общество подвергалось атомизации, коллективным телом могло быть только государство, а точнее говоря, государственный репрессивный аппарат. Перед его лицом человек должен был быть один. Даже семью до конца не убили, конечно, это трудно сделать, но старались. А чрезвычайно сильно ее уничтожить. Не нуклеарную семью уничтожили, нуклеарную подточили, скажем так. Тому примером многочисленные социологические данные, в том числе славный советский уровень разводов, уровень которого не преодолен нами до сих пор за все постсоветское время. Я надеюсь, что мы до этих вершин и не доберемся. Так вот, поэтому, когда нам с вами начинают быть явлены вот эти всякие формы коллективного обсуждения, коллективного осуждения или наоборот восхваления, разбивание людей на группы по общности мыслей и вкусов и что-нибудь еще, у нас начинают звенеть вот эти специфические звоночки, которые нам говорят о том, что это какие-то старые советские практики, которым мы испытываем понятную аллергию. Я всегда настораживаюсь, когда начинает употребляться слово «портком». Или слово «травля», или слово «портсобрание», а также «комсомольское собрание». Понимаете, в чем дело? Это сходство понятное, напрашивающееся, и мы особенно болезненно восприимчивы ко всякому такого рода сходству. Но постсоветский человек, увидя, что вот это вот чем-то похоже на ненавистное ему партсобрание, склонен к чему? Склонен сказать, да вообще вот эти вот все ваши социальные сети – это зло. А вот не надо, как любят говорить, не надо судить вообще, давайте не будем судить, будем добрее друг к другу. К чему это сводится? Давайте помолчим. Это не выход. Не надо быть добрее друг к другу, надо думать яснее, надо иметь ясную голову. Доброе сердце вам тогда к этому как-нибудь приложится. Понимаете, как бы отвратительно не выглядели всякого рода осуждения ближнего в соцсетях, это никакое не партсобрание, потому что за этим не стоит репрессивного инструментария. На это обычно говорят, что можно так сильно обидеть человека, написав про него плохое в Фейсбуке, что он пойдет, заплачет и повесится. Да, это бывает, да, это происходит, но травля в полном смысле, я вот сейчас занимаюсь этим, так сказать, социальным явлением, для того, чтобы происходила ситуация травля, должна существовать группа, которой жертва принадлежит, но не может ее покинуть. Понятно, да? Так, с моей точки зрения. Хорошо, сейчас мы обсудим это. Если вы не принадлежите группе, трудовому коллективу, тюремной камере, школьному классу, опять же партийной ячейке, которую вы не можете покинуть либо вообще никак, либо без значительного социального ущерба для себя, то вы можете переживать массу неприятностей. И опять же это может убить вас совсем, как вас может убить, я не знаю, неразделенную любовь. Но это не является травлей. На самом деле полноценную травлю может организовать, вот для взрослых людей, да, которые не сидят в тюрьме и не учатся в школе, может организовать, конечно, практически только исключительно государство. Есть исключения, но нам с вами в наших условиях полезно держать в фокусе вот эту вот основную мысль. Следует ли из этого, что мы можем говорить друг другу кучу гадостей? Нет, не следует. Не потому, что мы тем самым становимся парткомом и кем-то там еще, а потому, что это неправильная, ошибочная социальная тактика, которая ограничивает число наших контактов и, соответственно, закрывает для нас пути успешного социального взаимодействия. Еще одну вещь хочу сказать, которая следует из базовых свойств нашей эпохи. Опять же, когда мы смотрим, как люди друг про друга говорят, нам начинает казаться, что все стали страшно, опять же, грубые и агрессивные. А раньше такого не было. Часто приходится читать, например, вот как люди поливают друг друга там в Фейсбуке, в глаза бы он мне такого не сказал. Да? Есть такое, возникает такое впечатление. Из этого возникает опасение, что люди сейчас так страшно друг с другом разругаются, что это разрушит социальную ткань. Тут должна вас несколько успокоить. Значит, еще раз повторю. Одно из базовых свойств нашего времени состоит в том, что никто ни от кого никуда не в состоянии деться. Нам всем жить с нами со всеми. Есть опасение, что, распространенное опасение, что каким-то свойством нашего общества является повышенная агрессия. Так вот я могу сказать, что гораздо более базовым свойством нашего общества является вот эта вот всеобщая пермиссивность. То есть, ну, как сказано в «Горе от ума», у нас ругают везде и всюду принимают. Вот этот вот великий слоган, он как был написан на вратах Москвы, он написан на ней до сих пор. Никто не девается ни от кого никуда. Никакая социальная ткань не разрывается. Вот эти вот все разборки, они потом заканчиваются тем, что дальше все ходят все равно по одному и тому же пространству, и почему-то морды не бьют друг другу. Это хорошо. Это на самом деле хорошо. Это должно приводить нас не к тому, что давайте больше ругаться, из этого не следует ничего дурного. Следует. Но это должно, наоборот, напоминать нам о том, что мы не в состоянии, мы, члены социума, полноценно разойтись друг с другом. Если вы ожидаете, что в результате вашего нравственного суда наступит какой-нибудь натуральный такой нюрнбергский процесс с реальными санкциями, то тут тоже я должна вас, наоборот, наверное, разочаровать. Тут долго можно объяснять, почему именно этого не будет, но вот просто поверьте мне. Опять же, это может звучать грустно, но вот эта вот справедливость как возмездие, в том смысле, в каком ее понимали в 20 веке, ее, обобщенно выражаясь, отменили. Ужасно сложно вот что. Мы начали одну тему, сейчас как-то перескочили на другую. Есть такое дело, да. И очень трудно сейчас загруппироваться, потому что я все-таки хотела бы передать слово Максиму вот в каком смысле. Когда я написала слово «портком», Кать, простите, Максим, он написал мне в комментариях, собственно, из этого родилась идея, что нам уже, как он написал, созрела необходимость публичной дискуссии. Он написал мне, что «портком» в прежнем своем виде, это было как бы двоемыслие, да, и, короче говоря, люди как бы приходили на «портком» осуждать, совершенно не осуждая. Это был ритуал. Ну, это было ритуал, да. Слово «ритуал» очень важно. Да. Максим, вы давайте выскажите, а я потом еще тоже скажу, потому что я с Катей не согласна. Сразу, чтобы разговор был интереснее, я скажу, что я во всем не согласен с Катей. По мелочи несогласия, связанные с переходом от советской эпохи к постсоветской, я не согласен с тем, что из советских людей, в частности, из советской интеллигенции, выдавили вот эти два важнейших свойства. Я тоже не согласен. Бесконечного выступления и коллективных действий, потому что, собственно, то, что началось в перестройку, заседание Думы с бесконечными речами, ну, я уже не помню, у меня плохая память, я не помню, как это называлось, но это были сплошные публичные выступления и сплошные коллективные действия. Люди учились этому на ходу, очень-очень с большим трудом, полностью вытравить эти навыки, особенно из, так сказать, образованного сословия, затруднительно, но смотрите, какой путь общество прошло за эти годы, как люди научились, на самом деле, они разучились, как обычно полагают, и объединяться, и говорить. Нет, это единственное, что они умели, на самом деле. А вот этот переходный момент, это был сложный, но люди учились. Мы видим, как учились говорить наши лидеры. Горбачёв, отказавшись от бумажки, сделав ярчайший коммуникативный шаг, говорить не мог. Но всё-таки это не речь. Ельцин говорить не мог, Путин говорить может. Всё-таки он сказал, я помню, как мы с мужем, я была беременна, я помню, как мы просто, я выронила чашку у телевизора, когда он сказал общечеловеческие ценности высшеклассовых. Я, наверное, ему написал это кто-то, но вообще он говорил с таким видом, как будто он понимает, что он говорит, и я уверен, что понимал. Нет, но послушайте, а на самом деле они умели это делать? Умели, умели, да, конечно. Просто для чиновников, для политиков высокого уровня была обязательно бумажка. Вот отказ от бумажки был сложной проблемой, но интеллигенция говорила на кухне и легко перенесла эти разговоры на трибуны. Но это не про наш сегодняшний разговор. Про нас. Вы очень хорошо говорите, потому что вы знаете, как надо, у вас вот эта модальность очень чёткая, как должно быть. Я буду говорить скорее как человек, наблюдающий реальность и фиксирующий её, то есть описывающий то, что есть. И мне очень интересно наблюдать вот те конфликты, которые происходят. Я буду говорить конкретнее и короче, просто переговариваться сразу. Действительно, последние несколько дней происходит какое-то безумие в Фейсбуке, какие-то взрывы скандалов. И вот один, по-моему, чрезвычайно болезненный и очень важный для того, как мы будем жить дальше. Я назову имена, но это не должно быть секретом ни для кого, кто-то не в курсе, кто-то не в курсе, это не важно. Ну, замечательный кинокритик, но опять без оценок, просто кинокритик Антон Долин в ответ на некое расследование Алексея Навального делает замечание о двойном гражданстве. Значит, ну, наверное, не надо пересказывать, что там с Брилевым, какое расследование провел Навальный. Вот он установил, что у Брилева, работающего на государственном канале, являющегося одним из главных таких официальных журналистов страны, есть второе гражданство. Антон Долин усомнился в том, что это важная информация. И, как интеллигент, как мне кажется, решил порассуждать об этом. И в Фейсбуке написал что-то вроде того, что, ну, а почему это важно? Важно не то, сколько у него гражданств, какое у него еще гражданство, а говорит он правду или не говорит правду. Не буду обсуждать пост Антона Долина, но в ответ Алексей Навальный обвинил, думаю, что это слово здесь уместно, обвинил Антона Долина в том, что он прислужник власти, что он защищает своего начальника. И дальше возник долгий спор, является ли Брилев начальником Долина. Представить, кажется, нет, потому что один на телевидении, ВГТРК, другой на радиомаяк. Ну, вот это уже мелочи, не очень интересно. Думаю, что когда Антон Долин решил порассуждать, ну, как интеллигентам свойственным, он не имел в виду, что его репутация окажется под ударом. Дальше, в ответ на довольно жесткие и грубые обвинения Алексея Навального, Антон, войдя на страницу Навального, на других страницах, настаивал на извинениях. Даже приводя конкретные факты и доказывая, что Навальный сказал неправду, он настаивал на извинениях. Совершенно очевидно, что Алексей Навальный не извинится. И вот здесь возникает вопрос, опять, я не буду давать никаких оценок. Но вот это ощущение, тут важно даже не то, что мы ведем себя по-разному в обычном общении и в онлайн, в интернет-общении, а то, что мы в интернет-общении не вполне понимаем до сих пор, хотя какие-то уточнения происходили, но изначально не вполне понимаем, где граница между публичным и частным пространством. И хотя у Долина множество подписчиков, множество друзей его читающих, он делает высказание как бы в частном пространстве. Вот давайте порассуждаем. Он даже какие-то там оговорки делал, может быть я тупой или может быть я туп, но объясните мне, пожалуйста, такие вот интеллигентские оговорки. Вот небольшое замечание. Никогда не начинайте своих записей с такого рода оговорок. Еще одна манера есть. Конечно, на меня сейчас все набросятся, но я все-таки скажу. Значит, если вам есть что сказать, говорите. Не надо при этом как-то вот вначале раскланиваться. Но мне кажется, что... Нет, я правда не понимаю. Но мне кажется, что Долин вполне себя вел как в общественном пространстве абсолютно корректно. Мне кажется, что Навальный... Это просто небольшой совет по публичному говорению. В чем он перепутал? Я не хочу брать на себя роль общественного судей еще одного, потому что таких судей и арбитров в интернете навалом. И сейчас говорить, а вот я знаю, что там прав Долин или прав Навальный, я не хочу. Я хочу сказать о том, почему это может иметь последствия для всех нас, как это будет развиваться. Я уверен, что Антон Долин хотел порассуждать, поразговаривать. И в результате же оказалось, что его репутация находится под ударом, потому что влиятельнейший человек... Опять, никакой травли. Причем тут травли. Влиятельнейший человек Навальный навесил некоторое количество ярлыков. Опять, неважно, справедливых, несправедливых. Навесил некоторое количество ярлыков на Антона Долина. И навесил их уже очевидным образом в публичном пространстве. Можно говорить, что у Навального множество сторонников, и мы это знаем. Они его поддерживают, поддерживают в том числе и в этом развязалась дискуссия. Но мы видим, что рассуждение, некое размышление, которое, как мне кажется, очень важно для всех нас. Мы в Фейсбуке действительно учимся вот такому публичному общению. Мы вроде бы умеем публично общаться, но вот Антон Долин вроде бы умел, и тоже человек в публичном общении. А допускает, по мнению Кати, ошибку, говорит, может быть, я туп, а Катя знала, что не надо так говорить. Нет, нет, просто не надо, просто я не советую. Не посоветовала. Нет, нет, вы правы, но просто вот видите, Антон ведь умелый, умелый оратор тоже. И фактически... Неужели вы не видите, что здесь нет никаких, он написал так, он написал по-другому. В чем мое несогласие с вами? Есть агрессия, есть, кстати, можно, Максим, на секундочку, с чем я еще категорически не согласна, вот с чем. А вы с кем уже согласны? Как раз таки с Катей. А, с Катей. Очень хорошо. Понимаете, я была, в общем, юна, когда закончился Советский Союз, но я, что называется, все очень хорошо помню. Знаете, в чем наоборот все, мне кажется? Потому что, я очень хорошо помню, моя мама была шестидесятницей, был, что называется, круг у дома, понимаете? Писатели, журналисты, интеллигенция. Все как положено у этого поколения людей. Были правила, был кодекс чести. Такое же точно, моя тетя принадлежала к другому социальному кругу, но и там все было так же. Невозможно себе представить было, чтобы люди в здравом уме, ну, как-то грубо нарушали, условно говоря, некое, некие правила поведения своего круга. То, что происходит сейчас. И эта агрессия, она действительно немотивированная. Понятно, что Антон порассуждал. Понятно, что кто и почему ему ответил. Что непонятно, это толпы людей, толпы, которые, судя по тому, как они пишут, и судя по тому, что какая у них речь, это люди как бы не, так сказать, не из уголовного мира. Нет, какие-то люди с каким-то запасом интеллекта и знаний, с какой готовностью они вгрызаются просто в глотку, то одному, то другому. Вот что, вот что. Если можно, я тогда просто продолжу эту идею, я хочу так сказать. Значит, я опять не говорю, кто прав, кто виноват. Я говорю только следующее, что вот эти, это, ну, скажем, перепалка, да, почти что кухонная перепалка. Когда вспыхивают мгновенно два человека, говорят не очень справедливые эмоциональные слова. В данном случае является безусловно, поэтому я и решился называть имена, безусловно общественным фактом. Безусловно, мы все хотим, не хотим, но привлечены к этому конфликту, потому что, что происходит дальше? Вот эти френды, толпы, большие толпы, меньшие толпы людей, которые стоят за нами, которые читают нас, и очевидно, что в этой ситуации, скажем, за Алексеем Навальным стоит больше, ну, толпа, нехорошее слово, да, ну, как коллектив, коллектив, комьюнити, да. Больше, чем за Антоном Долиным, хотя Антон Долиным тоже вполне себе мощная комьюнити. Если кит на слона налезет, кто кого сборит? Да, вот примерно так, да, да. Но дальше, вот в этих спорах, конфликтах на разных страницах, происходит следующее. Ну, там, не знаю, мои знакомые или уважаемые люди начинают разговаривать между собой в таком тоне. Ах ты, трафтатах, айди-ка ты в, айди-ка ты на. Да, и вот дальше у меня возникает вопрос, я его задал, даже сегодня написал, как анонс нашей встречи. А дальше что? Вот дальше там Навальный и Долин. Там я, который послал кого-то на, а меня послали в, мы встречаемся где-то, и что? Мы весело разговариваем, обсуждаем там премию, книгу или что-то еще. Или мы не смотрим друг на друга, и мы все на этом конфликт, наши отношения заканчиваются. Совершенно очевидно, что в до интернет-эпоху такой скандал был возможен. Ну, поругались, дали по морде и, в общем, расходились скорее. Наверное, кто-то когда-то мирился, но это был некий сложный процесс. Сегодня возможны разные варианты, и я не знаю, что будет дальше. И действительно ли, вот произойдет некий раскол, будут ли репутационные потери у Долина с одной стороны и у Навального с другой стороны. Катя знает, это я тоже знаю, и сейчас скажет, но я хочу договорить. Тут же возникает еще один скандал, но это все, по-моему, в публичном, без незакрытой группы. Сергей Пархоменко, тоже имеющий много сторонников, делает некое высказывание, ну, не такое, как Навальный, но о Нюте Федермесе. Которая, вот я не знаю, это правда или нет, вступила в Народный фронт. Снова возникает та же коллизия. Снова приходят к Пархоменко мои хорошие знакомые, и начинается ругань, ну, такого базарного толка. Опять, я ни в коем случае не говорю, не ругайтесь, ну, что вы же интеллигентные люди, как вы можете такие слова употреблять. Все употребляют эти слова, все нормально. Но вопрос в том, ведет это к расколу, или такой легкий, привычный разговорчик, как принято говорить в Фейсбуке. Давайте Катя даст ответ, и я дам ответ. Катя, давайте я уточню вопрос, который задал Максим, что это важно. Катя, внимание. Максим, видите, я обретаю навыки, я быстро учусь, да. Максим, я, то есть, как бы, Максим говорит, эти вещи, они имеют серьезные последствия для нас. Для лично, для этих людей, и для нас, для всех. Или не имеют. Ответ Шульман, а потом будет ответ Аркус. Мы отвечаем коротко, и опять передаем слово. Спасибо. Да, появляются признаки модерирования в нашей дискуссии. Да-да. Смотрите, что я думаю по этому поводу. Последствия имеются у такого рода дискуссий, но не совсем те, которые лежат на поверхности. Именно потому, что скандалы не возникают на пустом месте, за ними стоит некая социально значимая проблематика. Нельзя говорить, что люди просто вот занимаются ерундой, им некуда слить агрессию, им там нечем заняться. Вот они, значит, собачьися друг с другом в безопасном виртуальном пространстве. Нет, тут какой-то нерв времени затронут, иначе людей бы это так не задевало. Что касается крайней грубости, тут хочу тоже пару слов сказать. Сетевая жизнь русскоязычная начиналась в живом журнале. Кто постарше, тот еще помнит эти счастливые времена. Так вот я вам хочу сказать. С одной стороны, там существовал высокий уровень технологических дискуссий, которыми я тоже всячески наслаждалась. С другой стороны, даже та псевдоанонимность, которая была в ЖЖ, она побуждала людей быть на самом деле гораздо грубее, чем кто бы то ни был, может сейчас позволить себе в Фейсбуке. В общем, ту дискуссию, которую упоминал Максим Кранков, с которой у Пархоменко, я ее там тоже посмотрела. Не то, чтобы я залезала в эти ветки комментов, через пару часов она стала уже совершенно невозможна. Но я не вижу там вот такого вот какого-то базара. Люди высказываются резко, но выдрессированные Цукербергом никто нынче об сцены и лексики не употребляет, потому что за это можно попасть и быть забаненным надолго. А это сильно ограничивает наш комфорт нашей жизни, если вы лишаете своего аккаунта в Фейсбуке. Поэтому кроме людей, которые уверены в том, что их никто не знает, тоже часто ошибочно, те люди, у которых есть некие имена, ведут себя более или менее аккуратно. Опять же, по сравнению с предыдущими сетевыми временами, это все очень аккуратно. Это опять же к вопросу о прогрессии и обобретении навыков. Значит, так вот, что касается последствий. Последствия будут состоять не в том, что гражданин А навеки разругается с гражданином Б и не будет с ним здороваться. Это, прошу прощения, вообще не важно. Не говоря уж о том, что даже и в это великое последствие я не особенно верю. Последствия будут состоять в том, что каждая волна такого рода обсуждений формирует, оно, к сожалению, не формирует некий общественный консенсус, этого мы бы хотели. Вопросы, которые обсуждаются, это вопросы, давайте скажем прямо, пределов коллаборации с государством, которое государство увеличивающимся числом наших сограждан воспринимается как неправедное, несправедливое, злонамеренное и вообще плохое. Мы имеем на этот счет социологические данные. Это не свойство узкого круга либеральной интеллигенции или вообще какой бы то ни было интеллигенции. Это расползающееся по социуму, я не знаю, чернильное пятно или наоборот пятно света, смотря с какой стороны вы смотрите. Поэтому проблема-то большая. Сталкивается с ней каждый из нас. Все мы налоги платим, значит, в МФЦ ходим. Многие из нас так или иначе связаны с государством и государственными проектами. В особом положении находятся люди самой опасной профессии, а именно работающие в сфере благотворительности. Давайте уже скажем и поймем, что сфера благотворительности является высокотоксичной и высокорискованной. Это не область гарантированной святости, это область повышенных рисков. Она имеет дело с материями жизни и смерти напрямую. Это не способ попасть в рай. Это, еще раз повторю, это способ подвергнуться опасности. Те люди, которые там работают, они это знают. Что такое их профессиональное выгорание, что такое их риски в связи с государством, что такое их собственный и их соратников, нарциссизм, без которого не пойдешь в эту сферу, но который там имеет свойство мутировать в такое, что родная мама не узнает. Это очень опасные сферы. Там человек делает множество нравственных выборов, выборов высокой цены ежедневно. И 100% хороших среди них не бывает. Благотворители находятся в особых отношениях с деньгами, в которых они постоянно нуждаются, но при этом эти отношения являются несколько противоестественными, потому что они не зарабатывают, но получают. Масса опасностей. Им нужны свои мануалы и гайды, как вообще хоть каких-то из этих страшных пропастей избежать и туда не свалиться. К сожалению, в частности пост Пархоменко написан действительно в таком тоне, что сказать, а знаете, там выражена верная мысль, становится почти невозможно, потому что тут форма несколько превалирует над содержанием. Но проблема есть, и ее нельзя разрешить, сказав, давайте просто все будем вежливыми и не будем, знаете ли, ругаться. Нет, давайте будем больше высказываться, потому что нам есть о чем высказываться. Будет ли выработана некая норма, с которой все согласятся? Не думаю. Но путем вот этого проговаривания люди, по крайней мере, поймут, что проблема существует и попытаются ее, этого слона, с разных сторон каким-то образом ощупать. Поэтому мне эти сетевые конфликты всегда представляются скорее в конечном счете, по своим конечным эффектам, позитивным, чем негативным явлением. Поругались, поругались, помирились, это все обратимо. А вот обсуждать это нужно. Конечно, лучше, конечно, было бы хорошо, если бы мы это обсуждали на научной основе, приводя данные, вежливо, аргументированно, поздоровавшись в начале, попрощавшись в конце. Но было бы хуже, если бы мы не обсуждали это совсем. Значит, мой ответ на этот вопрос, Максим, ваш, вот такой, что я считаю, что это имеет колоссальные последствия, и последствия вот какого рода. Хотим мы этого или не хотим, но Сергей Пархоменко, человек, который внес в свое время большой вклад, как... Да. Не, не, не будем, нет. Да, я говорю, ну давайте так, я даже обойдусь без имен и без названий. Что люди, которые олицетворяют собой какое-то, ну, важное явление, в частности, оппозицию, они, в общем, так сказать, торгают от себя довольно большое количество людей, вот, которые чувствуют себя еще более растерянными и покинутыми. Мы теряем, ну, так сказать, по крайней мере, мы теряем стабильность и устойчивость тех немногих медиа, опять не хочу переходить на название имена, которые у нас были, а из-за наших коллективных действий. Мы очень много чего теряем, но прежде всего, что меня-то больше всего волнует, мы теряем человеческий и психологический климат, потому что... Мне очень понравилось, как сегодня Максим написал, о чем мы сегодня все-таки будем разговаривать, и он написал большими буквами, капслоком, как страшно жить. Страшно жить от того, что вся вот эта вот коллективность... Я все время думаю об этой новой прозрачности, об этой транспарентности, о которой все эти слова я узнал в прошлом году. Я все время об этом думаю и думаю о том, что я не знаю, как бы, своего отношения к этому, но у меня все больше и больше... Мы все понимаем, да, что нет никакого одного ответа ни на один вопрос, нет ни одного какого-то решения, ни одной задачи. Что вся наша жизнь как раз в том и состоит, что мы сегодня сейчас сказали слово, и через минуту это слово имеет другой смысл. И наши отношения с людьми так же, и наши отношения в работе такие же. И то, как мы работаем, и как мы живем, и как мы относимся друг к другу, это все по определению страшно сложно с каждым из нас. Это уж я теперь, простите, говорю все-таки как человек, который делает журнал о кино. И лучшее кино, оно об этом всегда. Оно о том, что все очень сложно. И вот это упрощение, оно может быть убийственным. И вот эта новая прозрачность, особенно в обществе, которое совершенно не готово к этому, абсолютно не готово, я хочу сказать, что советская интеллигенция была гораздо больше к этому готова. Потому что у нее были выработаны правила поведения. Плохие, хорошие, у каждого маленького круга свои, но они были выработаны. Я не могу себе представить, чтобы человек, хотя бы просто профессиональный журналист, написал те слова о покойной женщине. Давайте я не буду называть имена, кто о ком написал. Но чтобы мужчина с высшим образованием, с профессией издатель, написал о мертвой женщине те слова, которые были написаны. Это было невозможно. И вот эта новая прозрачность, которая, она страшно ранит. И дело в том, что вот это вот все ранит. И мы не понимаем цены этих ран. Потому что дело уже не в Путине, не в этом государстве. Потому что они далеко, и им до нас нет никакого дела, и мы не можем даже вопрошать к ним туда, потому что это какой-то запредельный космос. И у меня лично недавно уже вопросы, они там есть? Или это какие-то люди, которые их изображают разные? Поэтому мы остались друг с другом. Это же еще, я во многом объясняю эту активность и эту агрессию. Я во многом объясняю тем, что не к кому обращаться. Поэтому мы обращаемся друг к другу. Но что самое удивительное, мы грызем друг друга. И что мне кажется, что последствия как раз в том, я почти усматриваю в этом то явление, которое вообще-то было не при советской власти, а оно было в начале прошлого века. Когда вот, казалось бы, что же вы так друг друга грызли? А они друг друга грызли накануне всего. И вот это вот сейчас происходит, мне кажется, примерно то же самое. Потому что мы... Ну вот, все, извините, я больше не буду. Я продолжу тогда, если можно. И я уже понял свою функцию в этом разговоре. Я буду сегодня задавать вопросы. А коллеги будут отвечать. Я продолжу свою линию гнуть. Вот этот конфликт замечательный. Где Долина вначале упрекали в неверных мыслях. А вы говорили, что не надо имена употреблять. Нет, я-то могу, потому что я не даю им оценок. Вы-то сразу говорите, вот этот такой-то сволочь... А как можно про мёртвого человека такое говорить вообще? Ну, тем не менее, если мы говорим о конфликтах и называем имена... А я называю, потому что это более-менее всем известно. Это же не... Это действительно общественный факт. Если бы это где-то там происходило, в глубинах, на кухне, там, у кого-то дома поссорились два человека. А это конфликт, который затрагивает нас всех. Поэтому я очень аккуратно не даю оценок, но называю имена. Ну, как вот здесь надо думать как. Может, медузу ещё мы назовём чуть позже, если дойдут руки. Но пока я хочу продолжить эту идею, потому что у меня рождается очень важный вопрос для меня. Думаю, что и для вас, но сейчас мы про это поговорим. Значит, дальше Навальный обвиняет Долина в неправильном мнении, в неправильных мыслях. Но этим дело не ограничивается, потому что дальше следует гораздо более жёсткий упрёк. Долин не прав не только потому, что он защищает Брюлёва, хотя, ну, это очень условная защита, это вот с позиции Навального, но и этой группы, этого комьюнити, но и потому, что он работает на маяке. Оправдание Долина, что он работает не только на маяке, но и в медузе, и как бы это компенсировать друг друга, не принимаются, потому что... Как сказано в одном рассказе Тэйфи, тем стыднее. Да, да, примерно так, да. Не принимаются. И вот здесь возникает очень важный вопрос. Нельзя работать на маяке. Почему? Потому что дальше объясняется. Это не моё объяснение, я вот излагаю, как я вижу, эти позиции. Потому что это пропагандистский орган неправильной власти. Но власть существует, оценка её неправильности может быть разной. Но почему возможно, почему невозможно там работать на маяке? Потому что... И дальше возникает очень важная метафора для сегодняшних споров. Не знаю, как назвать интеллигенции или среднего класса. Возникает метафора войны. Нельзя, потому что мы находимся в окопах. И вот это... И в окопах нельзя ругать своих. Нельзя сомневаться в своих и так далее. А тот, кто сотрудничает с ВГТРК и с Маяком, тот предатель. Дальше... Сейчас, это не весь... Не последний мой вопрос. Дальше я, естественно, проецирую это всё на себя, как интеллигент. Начинаю сомневаться. И я думаю, ну да, я не работаю в пропагандистских органах власти, хотя даю интервью, когда меня просят, считая, как считали многие известные люди, что важно не где меня опубликуют, а важно, что я скажу. Но... Вот мы с вами, Катя, работаем в университетах государственных. Ой, мы с вами где только не работаем. Государственных. Допустимо ли это? С точки зрения, ну вот, изложенной мной позиции. Где та степень невинности и добродетеля, которую мы должны достигнуть для того, чтобы иметь право высказываться на дисциплине? Дальше возникает усиление этой позиции, там, вы не работаете, вас выгнали из университета, всё хорошо с вами, но вы платите налоги. Ну, вы сотрудничаете. И вы владеете грешным паспортом. Вот, да, да, да. С ужасным герпомом, он лежит у вас в кармане. И в этом смысле, и в этом смысле, действительно, этот мотив тоже возникает, и этот вопрос тоже возникает. Значит, надо уезжать, и тогда тот, кто уехал, морально выше того, кто остался. И этот мотив тоже есть в этих дискуссиях. И вот это действительно очень интересная вещь. Мы что, должны рассматривать нашу жизнь с точки зрения постоянной войны и вот такого рода предательства? Или у нас есть какие-то другие функции, и, ну, так уж случилось, что мы родились в это время, в этой мире, в этой стране, и мы должны заниматься своим делом. Это дело может быть общественное, может быть, не знаю, связанное с искусством, с наукой, с чем угодно. Вот это вопрос, который, мне кажется, постоянно задаётся, должен ли я бросить сейчас в университет и идти, там, не знаю, куда, на митинг или куда-то. Вы сейчас под университетом подразумеваете, я думаю, Академию народного хозяйства и государственного хозяйства. Почему? Выше школы экономики. Выше школы экономики, она вроде как частная. Но её ректор является депутатом Узбурдумы и мужем председателя Центробанка. Как теперь жить? Кто муж? Кто муж? Вы обещали не переходить на личность. Немножко рекламы. Этот номер, который вы можете приобрести, как раз-таки посвящён этой проблеме. И здесь номер разделён на какое-то количество, я уже не помню, стратегий поведения, среди которых иммигрант, обыватель, нонконформист, пересмешник и так далее и тому подобное. Так что вот как раз вот этой проблеме он и посвящён. Я сформулирую, да, абсолютно верно. Я сформулирую свой вопрос окончательно. Должен ли я заниматься своим делом, тем, что мне нравится, тем, в чём я хочу реализовать себя, и это может быть благотворительность, политическая деятельность, наука, искусство и так далее, или я должен постоянно задаваться вопросом, где та граница, которую я соблюдаю или не соблюдаю. Хороший вопрос. Ну, смотрите, в целом быть взрослым человеком, жить взрослой жизнью, значит, совершать бесконечное количество выборов и знать, что ни один из них не будет нравственно безупречен. Если вы, к примеру говоря, христианин, случайно, то вам легче, потому что вы признаёте первородный грех и знаете, что стремление к безгрешности – это ловушка дьявола. Да, вы не стремитесь попасть в рай посредством своих заслуг, а вы опупываете на Божье милосердие. Если вы атеист, то вам несколько сложнее, но, точнее говоря, для вас эта мысль, может быть, не так привычна, не дана вам в готовом виде, но вы до неё дойдёте в ходе своей взрослой жизни своим собственным умом. Что касается того, как же так себя вести, можно ли работать в университете, можно ли работать где бы то ни было, можно ли иметь паспорт, или надо удалиться в пустыню и там предаваться этой самой искомой безгрешности. Это довольно смешная отдельная коллизия с тем, что надо обязательно уезжать, потому что этот отъезд рассматривается как какая-то форма суицида. То есть покинуть этот грешный мир, вот на твой безумный мир один ответ – отказ. Вот вернуть билет и дальше, а дальше всё, дальше ничего. Значит, дальше уехавший человек попадает точно так же в социальную среду, только он в ней чужой. И точно так же начинает совершать тоже бесконечное количество выборов, только он хуже знает обстановку, поэтому, в общем, шансов нарваться у него даже, наверное, больше, а не меньше, потому что он просто хуже ориентируется. Легче ему становится не в том смысле, что он попадает в страну праведников, а в том, что его социальная значимость с отъездом обычно резко снижается. Как узнали уже на своём опыте те люди, чья социальная значимость с отъездом не снизилась, а осталась прежней или даже повысилась, сейчас не будем показывать пальцем на разные СМИ, оперирующие за пределами Российской Федерации, но имеющие российскую аудиторию, они узнали, ещё раз повторю, на своём собственном горьком опыте, что совершенно ни от чего они не убежали. Точно так же надо делать выборы, точно так же надо принимать решение, любое решение будет осуждаться той или иной группой. В общем, никаких особенных перемен в связи с отъездом за границу Российской Федерации не произошло. Поэтому не думайте даже когда-нибудь спастись от этой тяжести ответственности, в ней сама суть нашей с вами взрослой жизни. Значит, если сужать вопрос до этого самого предела коллаборации с государством, то он от этого сужения не становится совершенно легче, а становится сложнее. Ну, что тут можно посоветовать? Ну, вот Любовь сказала о том, что государство где-то оно далеко, непонятно, существует ли оно. На мой взгляд, государство чрезвычайно близко, оно доминантно присутствует, избыточно присутствует в нашем с вами пространстве. Обойти его трудно. Если вы занимаетесь какой-то общественной деятельностью, вы неизбежно сталкиваетесь с государственными институциями и с государственными служащими, и вам надо как-то с ними взаимодействовать. Это, собственно, одна из тех дилемм, с которыми постоянно сталкиваются благотворители, люди, работающие в филантропии, вообще люди, работающие в сфере НКО. Как тут быть? С кем можно общаться, с кем нельзя? Какое ведомство совсем погрязло в грехе и служит Люциферу, а какое еще более или менее? Можно ли входить в общественный совет при Минздраве, а можно ли входить в ОНФ? Значит, собственно, суть претензии к Федермессер. Я бы тут сказала, что в ОНФ входить не надо, не потому что это какая-то отдельная секта сатанистов. Нет, туда входить не надо, потому что это бессмысленное образование, которое ничем не поможет тому делу, которым Нюта занимается. Я понимаю, почему она там согласилась подписаться за Собянина, когда были мэрские выборы. Мэр Москвы, по крайней мере, это хозяин недвижимости в Москве, соответственно, он может, и правительство Москвы, может очень сильно помочь или, наоборот, очень сильно повредить тебе, если у тебя есть организация. Хоспис, театр, подвал с мастерской для детей с особенностями развития, что угодно. Ну, хоть понятно. ОНФ, я боюсь, что никакой пользы абсолютно не принесет, так что тут позорище-то есть, а выхода никакой нет. Вот мне кажется, что держать в фокусе свой интерес, а не свою, понимаете ли, незапятную нравственность, это может быть лучшим рецептом от попадания в объятие дьявола, чем что-нибудь другое. Помните о том, что вам нужно. И имейте в виду, что те люди, которые вам от имени государства что-то там предлагают, они имеют в виду свой интерес. Вот они свой интерес. Никогда. Из поля зрения не выпускают. Их нравственные выборы не так сильно волнуют, по моим наблюдениям. Поэтому взаимодействию с ними ненадолго приходится стать такими же. Опять же, обычно люди в сфере благотворительности очень хорошо это понимают и умеют добиваться своей цели, идя на те компромиссы, которые они считают для себя приемлемыми. Где грань, спросят нас? Не очень понятно. Не очень понятно. Значит, ну вот рассуждения о Елизавете Глинке вроде как запрещены в связи с ее трагической смертью, но на этом примере можно посмотреть, что бывает. Не то, что бывает, а как может выглядеть. Вот это самое взаимодействие благотворительности с государством, когда это взаимодействие начинает переходить уже в некую такую кооптацию, говоря нашими политологическими терминами. Кто-то считает это оправданным, кто-то считает это неоправданным, кто-то считает, что вот зато сделали добро. Кто-то считает, что сделали бы добро и без этого, а тут, так сказать, подписались на нечто не совсем хорошее. Но что тут можно сказать? Смотрите, смотрите по себе. Смотрите сами. В чем еще отдельная опасность и вот эта самая высокотоксичность общественной деятельности? Бескорыстие и святость цели – это, скажем так, дополнительный риск, а не дополнительная страховка. Как ни странно, вот этот вот иезуитский принцип «цель оправдывает средства», она там особенно начинает звучать у людей в голове, и поэтому их часто заносит куда не надо бы, потому что я же жизни спасаю, или там они же спасают жизни. Поэтому мы можем себе позволить больше, чем могут себе позволить другие остальные люди. Это опасно. Нет никакого способа гарантированно спастись от этой опасности, но опять же полезно хотя бы иметь в виду, что она существует. Нельзя затыкать рот другим и самому себе, говоря «нет, не трогайте, это святое, а не святые». Извините, не бывает никаких святых. Прежде смерти точно никого святым не называйте, и даже и после, в общем, не наше это дело, не наше это, не нам, мирянам, употреблять эту терминологию. Вы сдержитесь. Все мы люди, все мы подвержены общественной оценке, и вы сами оценивающие в том числе тоже. Кать, я знаете, что хочу сказать? Я сейчас выступаю в данном случае не как главный редактор сеанса, и не как человек, который придумал эту проблематику для журнала и для сайта, а как инсайдер. Вот-вот-вот, да. Да, поэтому простите, пожалуйста, я совершенно не считаю Нюту ангелом. Она так умеет орать. Мама дорогая. А без этого нельзя. А подождите, дело не в этом. Дело в том, что она совершенно не ангел, она вообще-то, говоря, человек. И когда, как раз-таки, когда у меня был, я была не сама не была деятелем, да, была, как это называется, благополучателем, когда у меня умирала мама, и я доставала ее тем, что, так сказать, подскажи это, подскажи то. Она очень мне помогла, да. Я понимала, что я не могу удержаться. Я, человек, который никогда не звонит после 10 вечера, я звонила ей в 12 ночи, потому что мама кричала. И я понимала, что я не одна такая. У нее много друзей. У этих друзей есть друзья. У этих друзей друзей тоже есть друзья. Она, вообще-то говоря, находится в состоянии человека, которому очень тяжело. И она не позиционирует себя ангелом. Она крепкая, выносливая, довольно хитроумная женщина, которая оказалась вот в какой ситуации. У нее была великая мама, Вера Миллионщикова. И все, когда она умирала, мамины все друзья и соратники решили, что, конечно же, Нюта будет преемницей. Ну а как же? И Нюта преемница. Она абсолютно честно приняла на себя эту ношу. Она ни разу не ангел, как и я. Кто меня знает, пожалуйста, подтвердите, что последнейшее, что я могу себе подумать, это о своей какой-то святости или безгрешности. Ангел, ангел. Правда, 4 года вынь да положь отдала своим аутистам. От всего отрекшись. Но ни разу, и более того, когда я увидела эту токсичность, о которой вы говорите, мне стало там плохо. Я вообще стараюсь как бы не общаться. Я стараюсь делать свое дело, потому что там действительно очень тяжело. Потому что людей действительно колбасит. И очень тяжело. И мне было очень тяжело. Всем. А Нюте тяжелее всех, потому что она реально имеет дело со смертью и с мучениями. Поэтому я считаю, что мы, то, что мы считаем, лично по поводу Нюте, никто не имеет этого. А теперь подождите. Я скажу одну очень важную вещь о воду благотворительности. Даже уберем в сторону Нюту, там, доктора Лизу, Чулпан, меня. Уберем в сторону. Берем проблему. Смотрите. У меня центр, в котором помещается 30 молодых людей с аутизмом. Мы открыли второй центр, в котором помещается еще 30 молодых людей с аутизмом. Я, лично я, это моя слабость, в отличие от Нюты, которая абсолютно железный человек, я не смогла преодолеть себя, и я не могу уходить к чиновникам. Но за меня это делает Зоя. Я знаю, кто за вас это делает. Да, за меня это делает Зоя, которая взяла на себя этот ад, потому что я начинаю сразу плакать или хамить. Потому что они вообще ничего не понимают и не хотят понимать. Но, вы понимаете, в чем дело? Если этого не делать, то мы поможем 60 молодым людям с аутизмом, а их 5000 в городе Санкт-Петербурге. В Санкт-Петербурге 5000 семей, где молодые люди бьются головой об стену, а их родители сходят с ума и думают, как бы, чтобы сделать так, чтобы он умер раньше меня, иначе он в интернат пойдет. Им можно дать жизнь. Им можно дать жизнь. Но для этого нужно, чтобы это государство, чтобы оно, как бы, перенимало этот опыт, чтобы оно, эту модель, дальше тиражировало. Потому что иначе это будет 60 человек. То есть, видите, государство-то близко, а не где-то далеко. Нет, оно очень далеко, потому что, оно очень далеко, потому что, на самом деле, когда ты приходишь в отдельные кабинеты, ты видишь очень уставшего Ивана Петровича или Марьи Ивановну, которые говорят, да я с радостью, и начинают показывать какие-то там, ну вот это, им же это правда, это какой-то вот этот левиафан, так называемый, он где-то, а тут либо какой-то плохой Иван Иванович, либо хороший, либо нормальный Иван Иванович. Это просто люди, которые, правда, мало что могут, серьезно. Но это очень длинная, долгая работа. Вы говорите, не надо было бессмысленно вступать в ВНФ. Может бессмысленно. Проблема только в том, что, когда ты попадаешь к ним в лапы, ты как бы дальше, а ты за что отвечаешь, правда, за свое белое пальто или за то, что ты уже не можешь жить, потому что ты отвечаешь за то, что люди умирают обезболенные в стране. Вот этот выбор, перед которым стоит Нюта, он меня как раз наоборот, я все время думаю, как она еще жива, понимаете, как она еще вообще жива, потому что она вообще-то, говорят, девочка из интеллигентной семьи, весь ее круг общения – это либеральная общественность. Она же как бы читает это все вообще, кто об этом думает. Это же страшно. Я хочу сказать, что эта проблема, благотворительность без государства – это просто чистертоновская дрянь, понимаете? Вот собрали деньги, умиляемся. Мы деточкам памперсы привезли в детский дом. Или вот ярмарку благотворительную сделали, вот помогли, какой-то деточке операцию оплатили. Это дрянь, это ничего не помогает, это просто действительно какой-то ярмарка тщеславия на самом деле. А настоящее, когда ты начинаешь… У нас нет благотворительности, у нас есть правозащитники. Нюта – это человек, который топит за права людей умирать в человеческих условиях и получать обезболивание. А мы с Зоей, с Дуней, с Наташей, мы занимаемся правами людей с ментальными нарушениями или с особенностями развития. А Ксюша Рапопорт занимается правами детей-бабочек и особенно их родителей, которые не должны смотреть, как дети умирают от мучений. Мы за права человека боремся, а не благотворительностью занимаемся. И здесь как бы нужна… Либо ты на митинг выходишь и там орешь, либо ты действительно делаешь дело. Мы с Зоей просто разделились, она умеет с государством, а ей нет. Вот и все. Но я при этом ничем не лучше Нюты, я хуже. Я гораздо хуже Нюты, потому что я дала себе это право, а она нет. Нет, но вот я действительно хочу сказать, что ответ абсолютно был дан. И, собственно, ответ я позволю себе переформулировать, может быть, я неправильно понял, но тогда вы меня поправите. Что если есть дело, дело, которое человек, в данном случае Люба, это Федер Мессер, ощущает своим, то человек делает это дело. И он как раз, здесь я опять поспорю с Катей, он не встает каждый раз перед моральным выбором. Пойти к Ивану Ивановичу или пойти к Марье Петровне. Выбор сделан изначально. Он занимается своим делом. Ну, все-таки наша жизнь не требует от нас ради своего дела убивать кого-то или совершать какие-то совсем гадости. Иногда этот выбор есть. В советское время он был чаще, потому что иногда требовалось выступить где-то и обличить кого-то. Не знаю, выступить с обличением Пастернака, скажем, чтобы что, сохранить свою писательскую сущность. Мы знаем, как Борис Луцкий страдал всю жизнь, когда позволил себе выступить на таком собрании писательском. Но, в принципе, здесь происходит следующее. Здесь происходит компромисс с властью, сотрудничество, если хотите, но ради дела, которое делается. И не важно, в данном случае, какова власть, а важно дело. Я думаю, что это даже не права людей. Я даже против этих слов компромисс. Ну, не компромисс. Я еще раз говорю, как человек, который однажды хлопнул дверью и сказал, что туда я больше не ногой. Я это рассматриваю как свою слабость напротив и предательство по отношению к делу, которым я занимаюсь. Я против слов компромисс. Вы знаете, вы очень точную вещь одну сказали. Когда вы сказали, что я, что должен, все время в окопе, или у меня есть мои студенты, мои дети, мои внуки, моя любимая жена, мои книги, моя наука, моя лингвистика, ну и так далее, да? Или я должен все время всю свою, под Лениным чистить, всю свою жизнь. Ну, то есть отдать свою жизнь. А это как бы у них свои задачи, а у нас свои. Я даже слово компромисс отвергаю. Да, я согласен. Отвергаю слово компромисс, просто отвергаю его. Понимаете, задачи-то у нас свои, у них свои, но эти обобщенные они могут, эта машина может заживать человека так, что он изменится до неузнаваемости. И эти его прекрасные дела и цели могут разрушиться, перейти в свою противоположность, исказиться, скажем так, потому что в какой-то момент вот в этих коридорах, куда он зашел, он повернул не туда или зашел слишком далеко. Еще раз повторю, считать, что твое святое дело спасет тебя на каждом шагу от любой ошибки, неправильно. Все равно выборы придется совершать и смиряться с тем, что... Ну, во-первых, с тем, что кто-то осудит, смиряться, в общем, достаточно легко. Это кто живет публичной жизнью, тот, в общем, некоторый иммунитет себе уже выработал ко всем этим разговорам, поэтому я не думаю, что существуют эти хрупкие души, они уже на раннем этапе сошли, видимо, с публичной арены. Так что никого это насмерть не убьет. Потом на осуждающие комментарии любой есть такое же количество одобряющих комментариев, в этом свойство этих самых информационных пузырей, и мы склонны выстраивать вокруг себя тот информационный пузырь, который нас скорее одобряет, чем осуждает. Поэтому говорить о том, что вот тут нас, бедных, тут все пониматели заругали, нет. Нас, бедных, все захвалили, в нашей ленте все нас хвалят, а кто нас не хвалит, тех мы оттуда заблаговременно уже удалили. Так что опасность не в этом, понимаете, не в Фейсбуке опасность, а в государстве опасность, есть она. И закрывать на нее глаза не надо. И считать, что вот я тут просто делаю свое дело, а потом ты вдруг обнаруживаешь себя действительно сидящим в каком-то президиуме, в котором лучше не сидеть, потому что абсолютно твоему делу это не помогает никак ни разу. Но можно было делать его, как потом выясняется, и без этого, и может быть даже и лучше. А понимаете, дело же не в том, что когда ты приходишь там, опять же, в чиновный кабинет, тебе немедленно предлагают поцеловать Люцифера в задницу и как-то отдать сатане прямо здесь. А в большинстве случаев люди это делают, к несчастью, добровольно, бесплатно, и совершенно ничего за это не получаешь, что особенно обидно. Действительно связываются не с теми людьми и губят свою репутацию. И потом, опять же, не будем показывать пальцем, мы знаем и благотворительные фонды, которые закрывались со скандалом, и какие-то дела, которые прекрасно начавшись, потом заканчивались неизвестно чем, а потом какая-нибудь еще прокуратура туда приходит, в общем, и всем становится в высшей степени неловко. Собственно, в чем мой поинт? Мой поинт состоит вот в чем. Вы можете сказать себе, что да, давайте я не буду осуждать ближнего, он занят важным делом, я, значит, не буду ему там под руку говорить лишнего. Это будет правильный, наверное, или, по крайней мере, понятный с вашей стороны нравственный выбор. Но, понимаете, себе не выписывайте индульгенции заранее, потому что у вас такое дело хорошее, поэтому, наверное, вы и человек такой замечательно хороший, который не может сделать ничего плохого. С каждым это, к сожалению, может случиться. Мы действительно имеем дело с, я не хочу сказать, с государством в целом, но с некоторыми его частями, в частности с его пропагандистским аппаратом, который очень гораст засасывает людей, использовать их, потом выкидывать. Это надо иметь в виду. А мы только у государства имеем дело с этим. Кто еще может причинить нам столько вреда? Нет, 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 я просто, понимаете, я чем дальше, тем больше думаю о том, что выборы мы совершаем все время самые разные, связанные с этой проблемой поведения, не связанные. Самые разные выборы совершаем. И на всех этих выборах, Катя и Максим, извините, у нас миллион опасностей превратиться во что-то. Разве нет? Правда, во всех этих выборах, которые мы делаем, в семье, с друзьями, вообще в отношениях с жизнью. Да, понимаете, в том поле, где есть власть, там повышенный уровень радиации. Такого больше нигде нет. Я, честно сказать, гораздо более повышенный уровень радиации наблюдаю у общественности. Может быть, от того, что я очень далека от государства, спасибо Зое Поповой. Хотелось бы сейчас спросить Зоу Попову, который нет в этом зале. Но, да нет, она ржет, веселая, говорит, Люба, все так серьезно. Нет, я с ней недавно встречалась. Да, ее психическую устойчивость вызывает восхищение. Да, да, да. Я просто вижу гораздо больший уровень радиации, серьезно. Вы понимаете, когда... Ты... Я наблюдаю гораздо более серьезный уровень радиации в общественности сейчас. И гораздо более страшные какие-то выборы, я вижу, как люди делают. Без всякого государства. Мне вообще кажется, что вот это вот... Вот это вот... Я все понимаю про него. Я вообще даже отношение своего к нему не формули... Даже не к нему, а понятно к чему. Смотрите, мы сейчас о ком говорим? О том, кого нельзя называть? Ну, мы же с вами любим Гарри Поттера. Я не то, чтобы особенно. А я очень. Да. Я толкиенист. Я принадлежу к старой школе. Да нет, я скорее... Извините. Да, ну давайте я новый вопрос подготовлю, а то мы зашли в тупик, кажется. Нет, почему? Мы ответили на ваш вопрос. Да, на мой вопрос ответили полностью. Четко, ясно, вне одна. Да, да, да. Ну, действительно, это же все, мне кажется, тоже определяется движением. И, собственно, человек делает свое дело, совершая взаимодействие с другими людьми. Людьми разными, хорошими, плохими. Часть из них называется властью, часть не называется властью. И мы живем все-таки, простите, за эти слова, в чрезвычайно безопасном мире. Потому что, если бы мы жили во время Сталина, или если бы мы жили в Северной Корее, то мы просто не рассуждали бы на эти темы. Потому что, чтобы выжить, нужно было в Северной Корее просто вести себя иначе. Мы не могли бы говорить это слово. Во время Сталина мы не могли бы, ну я не говорю, выступать так, понятно, что нет. Но опасность была бы отовсюду, и бессмысленно задавать себе вопрос, как я бы вел себя на допросе. Или как бы я вел себя, если бы меня пытали. Это вопросы, которые в юности, наверное, человек постоянно себя задает, проверяет. Но я даже не хочу себе их задавать. Мы живем в абсолютно безопасное время. И, тем не менее, предъявляем к этому времени требования, вот, как к военному. Мне кажется, это большая ошибка. Потому что это метафора войны, или метафора еще такая очень привычная, как в 37-м. Ну, метафора, она метафора. Очень точная, на мой взгляд, это правда. Мы предъявляем совершенно к невоенному времени. И требуем от своих друзей, знакомых, от людей своего круга, чтобы они вели себя как во время войны, как во время 37-го года. Притом, что все-таки время наше другое. И еще, мне кажется, вот я сейчас перейду к вопросу, это я уже делал утверждение, что не должен был делать. Но вопрос у меня такой. Вот это очень интересная вещь. Проживание своей жизни или проживание чужой. Если мы все-таки верим в какое-то предназначение собственное, опять же, оно может быть связано с любой областью, в том числе и политической, как, скажем, у Алексея Навального, или там научной, как у нас с вами. Если мы верим в это предназначение, то не должны ли мы следовать ему, а не ставить все время над собой моральные эксперименты. Как я поступил, хорошо или плохо. Люди будут судить, и вы правы, нельзя запретить им это делать, нельзя затыкать им рот. Степень компромисса, который я заключу с властью или с кем-то еще, с дьяволом, будет оцениваться моим окружением, моим близким, обществом. Но надо ли все время делать то, что делает мы в Фейсбуке, ставить моральные вопросы, иметь мнение по моральным вопросам. Я осознательно начал с этого, мне не хочется иметь мнение по вопросу, кто прав, Долин или Навальный. Ну, то есть внутри себя я что-то думаю про это, но я не хочу его объявлять публично и сказать, я на стороне, или я на стороне. А не, это самое страшное. Самое страшное, когда кто-то, например, из ваших знакомых совершил какой-то выбор свой, неважно, пошел куда-то на работу или что-то такое сделал. И вот тут начинается общее обсуждение этого поступка. Я хочу сказать, что мы с Шурой Тимофеевским в одни, когда как раз было несчастье наше с Медузой, мы обменялись с ними огромными письмами о том, что это невыносимо думать было нам, проповедующим как бы буржуазные ценности, как ценности индивидуалистические, что все это обернется вот этим коллективным, как бы, возможностью и, так сказать, коллективно копаться в чем бы то ни было. Люба, я хочу просто в связи с этим задать все-таки вопрос, прийти к нему. Я еще, может быть, потом вспомню слова Ленор Горалик, почти афоризм по этому поводу. Могу ли я по вот этим вопросам, которые мы обсуждаем, вопросам столкновения моих друзей, людей моего круга, людей, которыми я в каких-то вещах согласен и солидарен, могу ли я в этих скандалах, в скандале с Медузой, в скандале еще с кем-то, не иметь своего мнения? Или я обязательно должен примкнуть к какому-то мнению и даже публично его высказаться? Или все-таки я могу не иметь мнения и уходить от этих моральных вопросов и заниматься чем-то другим? У меня с чем дело. Вы легко можете не иметь мнения о том, прав Менила или прав Парит, как там у Пушкина, потому что это вас напрямую не касается. Но вам трудно будет не иметь мнения относительно вашего собственного выбора, который будет вам предоставлен. Поэтому, размышляя, не обязательно рассуждая публично, нет никакой обязанности писать посты в Фейсбуке, и тоже каждый из нас, наверное, поздравил себя мысленно много раз, боже, как я был прав, что я об этом не написал, да? Потому что потом проходит неделя, все все забыли, пишут про другое, значит, вот какой я молодец, что я тогда догадался промолчать. Но, размышляя о ситуации, которая может быть вам кажется, не вам, вам, Максиму, а вам, кому-нибудь, имеющей параллели с каким-то вашим собственным жизненным опытом, вы тем самым тренируетесь для того выбора, который предстоит вам или который вы делаете прямо сейчас. В этом может быть польза. А в том, чтобы публично высказываться, но если мысль рвется у вас из души, ну высказывайте, не рвется, не высказывайте. Я чрезвычайно соглашусь с утверждением о тлитворности, об опасности вот этих вот самых аналогий с военным временем. Постоянные слушатели, мои читатели знают, какой я страшный враг исторических аналогий, как способа политического анализа. Вот это вот просто надо как-то вот запретить. Ничего не надо запрещать, но вот исторические аналогии, хотя бы временные моратории на них наложить надо. Это ужасная интеллектуальная чума. Почему? Потому что, ну, во-первых, потому что люди стремятся вычленить привычное, сравнить его с чем-то, что они уже знают, и сказать, ой, да, вот это вот уже было. Тем самым они упускают единственное важное, а именно отличающееся. Значит, если вам, в принципе, пришла в голову историческая аналогия, которая кажется вам чрезвычайно выразительной, то скажите себе, ага, хорошо, молодец, я увидел сходство. А теперь давай я задам себе вопрос, а в чем различие? И вот когда вы вышелушите это различие, там, не знаю, сегодняшнего момента от 37-го года, 2014-го, от 1914-го, не знаю, кого там, Трампа от Гитлера. Трамп, вылитый Гитлер, например. Хорошо, я молодец, нашел сходство. А теперь чем отличается Трамп от Гитлера? И составьте несколько пунктов. Таким образом, вам из вашего интеллектуального упражнения удастся извлечь некоторую пользу. Почему люди стремятся к этим метафорам военного времени? Потому что люди стремятся к простоте, конечно же, к черно-белой дихотомии, к простым выборам. Тут мы, тут враги. Бой в Крыму, все в дыму. Значит, не время вообще чего бы то ни было. Война страшно соблазнительное состояние для человека и очень привычное состояние для человечества. Настолько привычное и настолько соблазнительное, что вообще странно, как это мы с вами, как коллективная общность, так долго от него воздерживаемся и, судя по всему, будем воздерживаться и дальше. Если вот эти вот разборки, то, что называется поляризация общества, все вот эти ужасы, являются каким-то суррогатом массового смертоубийства, то пусть общество поляризируется и дальше. Потому что уровень насилия, соглашусь с Максимом, как снижался, так и снижается. И, судя по всему, это долгосрочная тенденция, которая будет продолжаться. Значит, соответственно, необходимы какие-то суррогаты, необходимы какие-то гибридные, прости господи, формы войны. Если это все происходит в социальных сетях, дай бог пусть оно происходит в социальных сетях. Почему это не должно происходить у вас в голове? Потому что, когда вы мысленно помещаете себя в эту ситуацию простых противопоставлений, тут тьма, тут свет, тут мы, тут, значит, враги, вы снимаете с себя ответственность парадоксальным образом. Людям кажется, что они поступают наоборот, что они как бы возгоняют свою моральную позицию, типа, а вот как бы я поступил бы, опять же, в 37-м году. И тут они чувствуют себя такими значительными, потому что речь идет вроде как о вот таких значительных материях, цена вопроса, значит, жизни и смерти. На самом деле они ответственность себя снимают. Как только они говорят, вот тут у нас 37-й год, дальше они вздыхают и успокаиваются вот в этом приятном, всякому русскому человеку состоянии уютной безнадежности. А вот так вот 37-й год, ничего не поделаешь, да, значит, как же быть? Наверное, можно только, дальше следует вот эти все суицидальные фантазии, уехать, значит, забиться под диван, окуклиться в своем деле, как будто это дело, это какое-то столбничество, понимаете, индивидуальная молитва. Опять же, как верно заметил Максим, мы свое дело делаем только во взаимодействии с другими людьми. Если мы не стихи пишем, а если мы там учим кого-то или книжку даже пишем, да, какой-нибудь там, не знаю, научного характера, то это будет все равно коллективное действие. А, соответственно, вот эти вот все формы эскапизма, они не тем плохи, что они какие-то безнравственные, они плохи тем, что они совершенно недостижимы. Поэтому, имейте в виду, еще раз вернусь к началу своей речи, никто никуда ни от кого не денется. Значит, никого показательно не повесят, я не знаю, надеетесь вы на это или вы этого опасаетесь. Значит, никаких репараций, контрибуций и даже иллюстраций в обозримом будущем не будет. Могу вам сказать это тоже по моей прямой, так сказать, профессиональной обязанности. Все будут трансформироваться в разных направлениях, но при этом продолжать жить вместе. Имейте это в виду. Поэтому, если вы, опять же, в своей вот этой вот прекрасной исторической аналогии ждете, что сейчас у вас тут случится там май 45-го года и хорошие поведят плохих, а после этого всех плохих будут судить, то нет. Значит, наше время не таково. Сейчас я не буду углубляться в исторические причины этого, просто перейду сразу к финальным выводам. Оно не таково. Проблемы, перед которыми мы стоим, не эти проблемы. Значит, из этого не следует, что людей не убивают, время от времени убивают. Но в гораздо меньших количествах и, я не знаю, грустно это или наоборот это положительно, по гораздо более случайным причинам, чем это было в периоды вот этих оптовых смертей, по выражению Набокова, 20-го века. Там шел каток, понимаете, избежать его было практически невозможно. В наше время все гораздо более рандомно, с точки зрения больших чисел, это, конечно, хорошо. Понятно, это в высшей степени позитивная тенденция. Людей убивают намного меньше, несравнимо меньше, чем это было принято в 20-м веке. Но, тем не менее, вот эти вот все формы гибридных конфликтов время от времени падают кому-то на голову в физической форме. Это тоже происходит. У меня еще последний вопрос. До Медузы мы не доберемся. Ну, почему, знаете, доберемся до Медузы? Нет, я хотел спросить вот про что. Одно из очень важных свойств интеллигенции советской и сегодняшней, наверное, тоже, это чувство вины. Это считается как некая моральная ложная достоинство. Но тем, кто жил в советское время, чувство вины знакомо не только как чувство, которое должна испытывать интеллигенция, но и чувство, которое испытывал любой советский человек. Потому что Советский Союз был устроен так, что любой гражданин был в чем-то виноват. Просто нельзя было жить по правилам Советского Союза и не нарушать каких-то вещей, не ощущать себя виноватым не в моральном смысле, а вот конкретно. Поэтому, когда советский человек видел милиционера, он переходил на другую сторону на всякий случай. Потому что известная фраза, замечательная, отражающая, это был бы человек, а статья найдется. И вот, перейдя в другое состояние, выйдя из Советского Союза, советские люди получили некую закалку. Они, собственно, уже в Советском Союзе понимали, что они виноваты, но, в общем, некоторым образом плевали на это. Интеллигенция никогда не плевала, наоборот, некоторым образом культивировала себе чувство вины. И культивируют до сих пор, но это действительно такое очень характеризующее чувство, я бы сказал, конституирующее. Насколько оно, отчасти все эти рассуждения в Фейсбуке, они ведь к этому сводятся. Виноват ли такой-то человек? Да, он делает свое дело, но что-то он сделал не так. Договорился не с тем человеком, сфотографировался не с тем человеком, пожал руку не тому человеку. Да, это страшные грехи нашего века, да. Не то селфи сделал. Вопрос простой. Плодотворно ли чувство вины? Вы описали два чрезвычайно разных, как мне кажется, чувства вины. Чувство моральной ответственности. Ее чувство опасения по отношению к всевидящему округу государства. Со вторым ничего не случилось, значит, насчет перехода на другую сторону улицы. Ну, наш с вами современник в виде полицейского тоже не то, чтобы бежит к нему с криком обнимашки. Он тоже норовит как-то, наверное, свернуть даже в какую-нибудь другую сторону. Даже больше. Это понятно, это рационально. Ну, вы знаете, насчет больше-меньше не знаю, но то, что полицейские на душу населения стало больше по сравнению с советскими временами, это я знаю точно, это статистический факт. Поэтому избегать их стало труднее, но резонов избегать их меньше не стало. Второе – это чувство вины за то, что совершается вот не своим участием, но как бы вот от моего имени. Или там, не знаю, в моей стране, а я вот чувствую себя виноватым. Я знаю, что это считается какой-то большой отдельной интеллигентской добродетелью. Мне это никогда не нравилось, и вот по каким причинам. Значит, во-первых, коллективная ответственность – это фашизоидная концепция. Давайте это будем помнить. Все наши с вами, вся наша либеральная философская правовая мысль от начала времен стоит на примате индивидуальной ответственности. Значит, поэтому, если вы испытываете томление по поводу того, что там вот от вашего имени, как вам кажется, потому что вы гражданин Российской Федерации, Российская Федерация делает что-то не то, то это, может быть, помогает вам чувствовать себя очищенным этим страданием нравственным, но я не вижу, к чему особенно хорошему это ведет. И особенно дурно, когда вы не просто испытываете внутри себя это досадливое чувство, а когда вы начинаете другим людям навязывать вот это самое чувство вины и говорить, да как вы смеете, вы, там, не знаю, россияне, говорить то, делать это, не говорить то, не совершить коллективное самосожжение прямо сейчас, да, потому что вы же вот все вот в этом вот виноваты. Это, еще раз повторю, фашизоидная концепция. Это полезно помнить. Значит, не впадайте, пожалуйста, в это. Значит, что касается того, вообще чувство вины уже теперь не приписываемое коллективным сущностям или испытываемого по поводу коллективных сущностей, а того, которое испытывает сам человек. Ну, я предпочла, как человек, наблюдающий социум, чтобы люди испытывали не чувство вины, а чувство ответственности. Это две разные, во многом противоположные вещи. В чувстве вины есть нечто неисправимое, инфантильное. Оно возникает, когда вам некий высший авторитет, некий условный родитель или безусловный родитель говорит, ай-яй-яй-яй, зачем же ты так поступил? Ты поступил плохо, неправильно. А вы ему говорите, я больше так не буду. Это важно на определенном этапе личностного развития, но потом взрослый человек это преодолевает, испытывает ответственность. Чем отличается ответственность от вины? Вина приходит снаружи. Ответственность вы берете на себя сами добровольно. Ответственность есть результат свободного выбора. Это важно. Вина демотивирует. Чувство вины угнетает и не приводит ни к чему. Вот я виноват, я сижу весь такой виноватый, и что, не знаю, рыдаю. Или там покушаюсь опять на самоубийство. Ответственность вдохновляет на действие. Мне всегда хочется, чтобы люди в результате любых своих нравственных выборов и размышлений ничего не делали бы. А не наоборот, сидели и ничего не делали. Поэтому, скажем так, если вы внутри себя, сами из себя извлекли это самое чувство вины, то разберитесь с ним, подумайте, откуда оно пришло и к чему оно вас ведет. Если вам извне, кто-то на вас пальцем показывает и говорит, как тебе не стыдно, скажите мысленно этому человеку и этим людям, что они вам не мама с папой. И они не имеют права вас вот это вот самое стыдить. Значит, у вас есть ответственность за ваши поступки. И вы ее несете. Ваши поступки есть результат вашего выбора. Ваш выбор может быть сделан под давлением. Вы можете сказать, что у меня не было альтернатив, или альтернативы были никуда не годные. Но, тем не менее, вы взрослый, вас не пытали, значит, не били, дул автомата вам между лопаток не тыкали. Вы сделали что-то или воздержались от некоего деяния. Дальше вы с этим живете. Это вот и есть, это самая ваша ответственность, которая, еще раз повторю, возникает из выбора. И не навязана вам извне, а приходит от вашего собственного, этого самого выбора и последовавшего за ним действия или бездействия. Поэтому давайте лучше как-то вот пытаться базироваться на этом. Потому что чувство вины, оно опять же, как это Оксфордский словарь решил, что слово 2018 года это токсичное, да? Мы много чего называем токсичным. Но чувство вины, оно действительно человека изнутри несколько разъедает, и либо оно побуждает его к бездействию, либо что еще хуже. Устав от этого чувства вины, он начинает превращаться в свою противоположность. И говорит, нет, на самом деле я не виноват, наоборот, я правильно поступил. Или идет к тем людям, а они все время появляются вокруг вас, когда вас кто-то начинает осуждать, немедленно появляется кто-то другой, который говорит, вот эти люди, смотрите, плохие, злые, написали про тебя плохие слова, вот скриншот. Они тебя не ценят, не любят, значит, про тебя говорят всякую бяку, да? Иди лучше к нам. Мы тебя, наоборот, полюбим, оценим и, значит, вот воздадим тебе должность за твои неоцененные подвиги. Это могут быть не очень хорошие люди. Таких примеров довольно много. На это ловят очень легко тех, кто поглупее, особенно тех, кто обидчивый. Обидчивые люди, не в обиду никому будет сказано, особенно умными, по моим наблюдениям, бывают редко. Вот этот момент тоже полезно держать в голове на случай, если вдруг вы вот в эту ситуацию коллективного осуждения попадете. Не поддавайтесь тем людям, которые вас стыдят, еще раз повторю, они вам не родители, но и посмотрите трезвым взглядом на тех людей, которые в этот момент вас утешают. Если это не ваши старые знакомые, это какие-то не очень знакомые или новые люди, которые вдруг вокруг вас начали образовываться. Мы не можем сказать, как надо, но мы можем сказать, как не надо. Да. Я вот не могу сказать ни того, ни другого, но я хотела бы делать такое развлечение, отчасти похожее на ваш, Кать, но все-таки не совсем. Я бы различала то чувство вины, которое, с моей точки зрения, неизменно должно сопровождать человека в его жизни, но это только то чувство вины, которое он сам испытывает, и которое никаким образом не навязано ему извне, которое никто ему не ткнул и не сказал, что вот ты виноват в этом, в этом и в этом, и ты то, и все, и это, и пятое сделал неправильно. А то чувство вины, которое, по-моему, ну давайте не называть его чувством вины, а назовем его как-то по-другому. Знаете, вот я, например, могу сказать, что я ничем не была виновата в болезни своей мамы, но я все равно испытывала страшное чувство вины, что я ничего не могу сделать. И это, ну как бы оно, человека есть, человек, подождите, это понятная история, вторая история. Когда росли мои дети, я ничего не могла сделать с тем, что вот пока оно маленькое и ты за все отвечаешь, это одно, а когда его обижают первый раз в школе, и ты ничего не можешь сделать с тем, что его обидели первый раз в школе, сердце разрывается и все равно есть чувство вины. Как хотите, жизнь так устроена, но это мое. Чувство вины, которое мне навязывают, ничего кроме страшного желания этого не слышать, не видеть, закрыть на это, ну, отторжение, как бы, это непродуктивное чувство вины, вот что я хочу сказать. Но это, тем не менее, сейчас, в чем я все время никак не могу уловить, потому что голова устала, как сходятся вот эти две наши темы, время рессентимента и проблемы поведения. Они где-то страшно сходятся, прям вот я вижу этот узел. Вот это вот то, что с одной стороны, вот это то, что мы говорили, что культ жертвы, все хотят быть жертвами. Это вот мету, там, жертвы, так сказать, ну, самыми разными. Мету и жертвы мету, да, все хотят быть жертвами. А если я жертва, то кто виноват? Обязательно кто-то виноват, и виноват вот в этом, в этом, в этом, в этом и в этом. И бесконечный счет, который предъявляется государству, к начальству, к родителям, к учителям, к соседям, к сообществу Фейсбука и так далее, и так далее. Бесконечное, вот это вот указательный пальчик, кто у нас сегодня виноват? Вот это вот, кто виноват? Вот это вот какая-то ужасная вещь. И как человек, который все-таки делает журналы кино, потому что сейчас мы перейдем все-таки к вопросам, которые вы будете задавать, ну, хоть сколько-то нужно оставить на это время, я хочу сказать, что все это ужасно противопоказано искусству. Наше искусство, оно переживает в связи с этими новыми моральными историями, которые называют, что это вырабатывание новой морали, оно переживает не самые лучшие времена. Вот, потому что то, что нельзя нарушать границы, то, что все токсично, то, что все называется вот этими вот всякими психологическими терминами, это все против искусства, потому что искусство – это и есть нарушение границ. Если оно не нарушает границы, оно не искусство. Вот, и вся эта прозрачность, она тоже против искусства, потому что искусство, оно все на сокрытом. И на том, что человек, вообще-то говоря, разговаривает эвфемизмами, и жизнь его полна эвфемизмов. Не потому, что он такой хитроумный, а потому, что жизнь сложная. Я с чего начала, с тем и заканчиваю. Пожалуйста, задавайте вопросы Кате, Максиму, может быть, у меня немножко. А микрофон будем давать вопрошающим, или как мы это делаем? Нет, ну мы вас услышим на самом деле без микрофона. Я, собственно, спрашиваю в интересах записи. Нет, вот несут микрофон. Тогда нужно микрофон говорить. Включен? Да. Спасибо за дискуссию. У меня вопрос к вопросу про нужно ли иметь свое мнение. Просто я вообще не вижу тогда смысла находиться в публичном пространстве и не иметь своего мнения при этом. Потому что это превращается в какое-то разрастание энтропии, потому что эти люди уже априори имеют влияние на социум. И если они не выражают мнение, а просто как бы бросают какие-то такие идеи, то они снимают с себя ответственность. Мне понятно, почему они это делают. Это страх на самом деле. Но при этом они не знают, как это повлияет, какие-то тенденции это запустят. А вот эти двурукие экономисты и так далее, ну мне кажется, что это очень пагубное явление в любом дискурсе. И, соответственно, мне не иметь нужно. Другое дело, насколько вы осознаете свою ответственность и готовы ее, опять же, нести. Если не готовы, тогда вообще, мне кажется, не нужно присутствовать в публичном пространстве. Это не очень экологично. Ну, в общем, что вы думаете по этому поводу? Некоторый юношеский максимализм слышу я. Я мастер йода. Не присутствовать в публичном пространстве невозможно. Счастливый век соцсетей делает для нас гораздо более трудоемким даже технически отсутствие профиля, чем его наличие. Наличие профиля – это присутствие в публичном пространстве. Дальше вопрос, насколько активно вы будете там себя вести. А что касается мнения, я повторю свой прежний тезис. Полезно иметь мнение по тем вопросам, которые вам кажутся значимыми. Высказывать его вы совершенно не обязаны. Никто к вам не придет. Значит, никакой палач с клещами не будет вытягивать из вас это самое мнение. Еще, кстати, к вопросу о неправильных заходах для постов. Не пишите, если уж вы пишете, то не пишите постов, начиная с фразы «Не хотел я об этом говорить, но вот типа меня так спрашивают, так спрашивают». Значит, не хотел говорить – не говори, не писал стихов и не пиши, как у Александра Иванова. Лучше погуляй и подыши. Значит, никто никого не может вынудить ни к какому высказыванию. Даже если публично вам зададут вопрос, как вот нам сейчас, всегда можно сказать, как Дмитрий Песков, без комментариев. И ничего, знаете, никакого штрафа вам за это не перепишут. Я хочу сказать, что это вообще очень важное право человека, думающего человека в том числе, не иметь своего мнения и не отвечать на любой вопрос. Очень важно понимать, неважно, ну давайте считать, что мы все находимся в публичном пространстве. Есть люди, которые отвечают на любой вопрос, задают вопрос на любой. Есть люди, когда спрашивают, как правильно, отвечают сходу. Мне кажется, очень важно, люди разные бывают. Есть люди, которые действительно уверены, что они знают ответ на любой вопрос, имеют мнение по любому поводу. Но, скажем, вот я отношусь к другому типу людей, мне кажется, что во многих ситуациях я не знаю, как правильно. Я не знаю, кто прав. И когда меня вынуждают прибиться к одной из групп, выбрать мнение одной из высказанных, для меня это некое насилие над моим умом и моей психикой. Поэтому мне очень важно, чтобы в нашем обществе, обществе в реальности, обществе в интернете, сохранялось это право. Оно не всегда сохраняется, потому что иногда человека требуют сказать, ты не поддержал меня в этой ситуации, а я не хотел поддержать. Вот, по-моему, это чрезвычайно важное человеческое право в некоторых ситуациях не иметь своего мнения. Если бы реально нет, не обязательно его возгонять. Вы говорите, что зачем тогда находиться в публичном пространстве. Ну, давайте считать, что на это время я ухожу из публичного пространства. А у меня вопрос к вопросу. Вы спросили, можно ли находиться в публичном пространстве и не высказывать свое мнение? Ну, видимо, имеется в виду, что раз уж ты публичная фигура, используй свою публичность на благо, и типа высказывайся и паси народы, а не отмалчивайся. Ну, действительно, пассиональные люди так и понимают свою миссию. И мы знаем, и раньше такие люди были, и сегодня в интернете. Есть, ну, так сказать, гуру, который имеет мнение по любому поводу. А для всего остального есть Юрий Лоза. Если вдруг никто не высказывается, то есть человек, который обязательно выскажется. Ну, нет, есть уважаемые люди, есть менее уважаемые, но это не... Ну, Юрий Лоза, ты неуважаемый человек. А я не сказал, что Юрий... Ну, вот мое мнение заключается в том... Вот мое мнение заключается в том, что в данном случае на ваш вопрос я отвечаю, что как раз беда в том, что по любому поводу у тех, кто как будто бы, да, их называют опинион-мейкеры. Есть такое слово, опинион-мейкеры. Вот по любому поводу у них есть опинион. Это ужасная глупость, потому что, вообще-то говоря, ну, люди совершенно о чем подумали, да, есть область их профессиональных интересов, и там действительно они должны отвечать на эти вопросы. Но в целом, мы же говорим сейчас о многих вещах, в целом нужно очень хорошо подумать. И, может быть, ты подумаешь сейчас и поймешь через полгода так, чтобы отвечать. Понимаете? Вот это такая как бы... А может быть, не поймешь никогда. Ну, скажем так, там, где находится действительно сфера нашей профессиональной компетенции, там, наверное, неправильно воздерживаться от суждения из каких-то конъюнктурных соображений. Там, где вы профессионал, вы должны в ответ на вопрос говорить правду, а не думать о том, что мне сейчас лучше как-то промолчать, а то неизвестно еще, что из этого выйдет. И в этом отношении я с выброшающим соглашусь. А у меня по ведению вопрос. Люба, сколько мы успеем еще взять вопросов? Это тоже важно сказать людям, чтобы они на это ориентировались. Я думаю, что это зависит отчасти от нас. Если мы будем отвечать коротко, не зацикливаясь на одном вопросе, а просто быстро отвечать, то, может быть, больше. А вот там вот человек... Сейчас вот давайте. Здравствуйте. Большое спасибо за вашу очень интересную дискуссию. У меня вопрос такой. Возвращаясь к вашей, Екатерина, метафоре про такую сублимацию войны путем сетевых конфликтов. И если говорить о противостоянии с властью, то можно ли рассматривать вот такие сетевые конфликты как сублимацию протеста? И вот, например, если брать недавний случай с «Медузой», то там часто приводили аналогию с депутатом Слудским, который делал гораздо более ужасные вещи, чем редактор «Медузы». Но, тем не менее, до депутата Слудского ты никак не доберешься и ничего ему не сделаешь. А вот до главного редактора «Медузы» можно как-то ему высказать свое мнение и как-то на него повлиять. Вопрос, собственно, такой. Не является ли часто вот эти сетевые конфликты нашим таким либеральным вариантом бомбить по Воронежу? Часто такое мнение возникает. Вот, скажите, что вы об этом думаете? Каждый бомбит свой Воронеж, да. Есть такой момент в том, что вы говорите, но есть и не такой. Значит, смотрите. С одной стороны, да, есть представление о том, что вот эти вот сетевые разборки – это суррогат политического действия. Мы не допущены до публичной политики, мы не допущены до политического участия, что самое важное. Значит, у нас нет инструментов влияния на власть толком, их не совсем нет, но это отдельная тема. Но вот этих вот базовых инструментов, а именно смена власти посредством выборов у нас нет, они нам недоступны. А при этом потребность в политическом участии чрезвычайно высока. В российском обществе она сверхвысока. Говорить о том, что оно, кстати, там какое-то деполитизированное, равнодушное к политике – это тоже вот все разговоры, не имеющие вообще ничего общего с реальностью. Оно политизированное чрезвычайно, и оно хочет быть еще более политизированным, и оно политизирует любую площадку, на которую попадает, и любую дискуссию, в которой участвует. То есть это не совсем, при этом это не совсем суррогат, понимаете? Это проявление одной и той же тенденции. Конечно, было бы лучше, если бы мы имели влияние на свое начальство, если бы мы могли там волной общественного возмущения заставить депутата сдать мандат. Это было бы прекрасно. Мы этого не можем, но, говорят нам на это, зато мы можем, значит, затравить того или иного редактора, и он, значит, вот уволится со своей должности, а мы испытаем, те, кто испытают, значит, некоторое моральное удовлетворение. Следует ли из этого? Из этого часто делают вывод, который сам по себе довольно безнравственен. А именно, давайте не трогать своих. Так что ли, да? Значит, давайте мы эти самые наши моральные нормы будем применять к другим плохим людям, а к себе хорошим давайте не будем их применять, потому что мы такие хорошие, давайте будем опасаться друг друга ранить. Это довольно опасная логика, тут можно скатиться многокуда. Значит, давайте добиваться того, чтобы наше мнение имело влияние на тех, кто нами управляет. Это долгий и довольно мучительный процесс. Ни сегодня, ни завтра пока не видно, чтобы эта цель была полностью достигнута. Но сказать, что общественное мнение не влияет совсем ни на что, даже в отношениях с властью, тоже нельзя. Конечно, мне бы тоже хотелось, чтобы эта энергия больше была направлена на, скажем так, чтобы ответственность возлагалась на тех, у кого есть ресурсы. Чем больше ресурсов, тем больше ответственности. Собственно, политическая ответственность применительно к тем, кто обладает властью, она состоит именно в этом. Да? У них она ее больше, чем у всех других людей, потому что у них ресурсов больше. Они влияют на жизнь окружающих сильнее, поэтому они во всем, что они делают, они больше ответственны, к ним претензий больше. Поэтому не может быть никакой равной ответственности там у чиновника и у нечиновника относительно даже публичного высказывания. Но сказать после этого, что давайте обсуждать только чиновников, а не чиновников давайте обсуждать, не будем, потому что они, наверное, хорошие. Я тоже не могу, потому что я понимаю, что тот же самый запрос стоит и за тем, и за другим, и за претензиям к одним, и за претензиям к другим. Да, есть некая несправедливость в том, что до людей, которые меньшим ресурсом располагают, и в этом смысле меньшую ответственность должны нести, до них легче добраться. Поэтому, наоборот, эта ответственность падает им на голову. Есть такая несправедливость, это искажение публичного пространства. Но, понимаете, вот этим самым призывом «давайте побольше молчать и быть бережнее друг другу» мы эту проблему не решим. Я просто хочу сказать, что вы задали вопрос. Вы понимаете, что слова сублимации и суррогат выдают некое у вас политическое партийное мышление. Потому что я поссорился с женой, это была сублимация, потому что я не мог поссориться с президентом. Что первично? Вы просто почему-то считаете первичным именно протесты, а не некий разговор конфликтный с соседом. Наши главные враги – это действительно те, кто сильнее нас и соседи в наше окружение. Читать ссору с соседом сублимацией, ссоры с сильным – неправильно. Это все важные элементы нашей жизни. Вы знаете, скажу одно слово по поводу ссоры с женой в качестве сублимации. Но вообще, говорят нам антропологи, насилие распространяется сверху вниз. То есть, в принципе, это так и происходит. Мужик кричит начальник, он приходит домой и кричит на жену, а жена отыгрывается на ребенка, ребенок на собачке. Как в известной карикатуре Биструпа. Да, это так происходит. Насилие идет сверху вниз. Но просто надо понимать, что происходит не только так. Иногда конфликты в семье гораздо важнее, чем конфликты с начальниками. У меня такой вопрос к политологу. Чисто практически плохо, что ругаются в сетях агрессивные люди. А может быть, это не так плохо, если представишь, что наступит какая-то нестабильность, и вот будет возможность этой агрессии выйти на улицу. Так вот как будет? Это вот агрессивные сетях, может, там вышел пар уже, и хорошо, и на улице не будет агрессии. А может, наоборот, все так распалятся в этих сетях, что и на улицу выйдут, и станут драться. Вот что произойдет? К чему эта агрессия в сетях приведет? Она избавит от насилия в какой-то степени, или наоборот, она его и стимулирует? Это вопрос напрашивающийся, его приходится слышать часто. Точного ответа на него не существует. А если попробовать использовать аналогию с компьютерными играми, то что мы тут видим? Это довольно изученная область. Есть обывательское мнение о том, что так называемые жестокие компьютерные игры провоцируют жестокость. Наигрался в стрелялке, пошел пострелял на улице, насмотрелся там на какой-то graphic violence, и вот глядишь и расчленил соседа. Криминологическая статистика и криминологические исследования говорят нам, что ситуация ровно противоположная, просто с точностью до наоборот. Компьютерные игры считаются одним из значительных факторов снижения числа насильственных преступлений, особенно среди молодежи. Они уводят молодежь с улиц в теплое и закрытое помещение, они дают разрядку и занятия, они просто время вот это вот сжирают. Родители вечно жалуют, что вот он там играет в игрушку, вместо того, чтобы книжку почитать. Родители не думают, что он играет в игрушку, вместо того, чтобы забить одноклассника за гаражами. Почему-то им это не приходит в голову. Тем не менее, криминологам, гораздо более печальным людям, знающим многое о человечестве, это в голову приходит. Поэтому компьютерные игры одни спасители человечества от насилия, опять же, особенно насилия молодежного. Будет ли работать эта аналогия в случае с так называемой агрессией в соцсетях? Господи, какая же это все агрессия, боже мой, этого агрессии не видали. Опять же, повторю еще раз свой тезис. Это все детский праздник на лужайке абсолютно в рамках общественного дискурса. Никому никакого убытку, поверьте, это не нанесет. Хоть меня и не спрашивали, но я тоже отвечу. Дело в том, что агрессия в играх – это как раз сублимация. Вместо того, чтобы подраться, я поиграл в игры, расстрелял противников и успокоился. Но вы говорите о коммуникативной агрессии, у которой действительно есть два исхода. И сказать, какой будет, невозможно. В разных коммуникативных конфликтах есть разные продолжения. Действительно, первый способ – поругались и не подрались, и слава богу. А второй способ – поругались, довели себя до высшей точки кипения. То есть там выпустили пар в первом случае, а здесь наоборот – довели себя до высшей точки кипения и подрались. Или что-то еще более сильно постреляли друг в друга. И действительно, есть коммуникативные конфликты, которые идут по первому направлению и по второму. От чего это зависит? От разных вещей, от индивидуальных характеристик участников конфликта, от первоначальных намерений и так далее. То есть это вопрос абсолютно справедливый, но вы должны понимать, что обе ситуации возможны. Простите, последний вопрос, потому что у нас уже, к сожалению, время вышло. Последний вопрос. Вы знаете, обсуждение о ответственности и о вине не смогло спокойно отразиться на мне. Потому что Екатерина, я как правильно понимаю, представитель такого рафинированного протестантской этики, что индивидуальная ответственность и так далее. В этот момент заплакал Макс Вебер. Ну хорошо, я как студент могу немножко максимизировать это. Но вот положение об индивидуальной ответственности, вот вряд ли, если мы говорим о кино, например, возьмем Звягинцева и его нелюбовь, вряд ли именно чувство ответственности привело его к именно такой проблематике и к… – Простите, кого привело? – Звягинцева, нелюбовь. И вот именно чувство вины, на мой взгляд, чисто субъективное мнение, вины и ответственность не за свои действия, а вину как за вот общее явление, те, которые происходят с обществом. И вот, кстати, отличительная черта советской интеллигенции – это не чувство личной ответственности и почему они проблематизировали различные положения, а чувство именно вины и стыда вот как такового. И на мой взгляд, вот нельзя вот так ограничивать эти понятия и исключать вообще чувство вины. – Люба, это, по-моему, к вам вот это вот кино и чувство стыда, вот это все про вас, а не про меня, я. – Катя! 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 – Я хочу сказать другое, что правы – нельзя исключать чувство вины. Это очень важное чувство. Другое дело, что его не всегда нужно культивировать. Я бы сказал, что его иногда надо ограничивать, потому что чувство вины может как и агрессивная коммуникация приводить к чему-то хорошему и к чему-то плохому. Если мы распространяем на любое действие чувство вины, любое наше действие, начинаем оценивать с моральных позиций, с моральной точки зрения, то это фактически приводит к бездействию. Вот что я имел в виду, задавая этот вопрос. Поэтому мне кажется, что иногда действие надо предпочесть размышлению о собственной вине. Вот что важно. – Спасибо всем огромное. – Спасибо. – Спасибо. – Спасибо.